Кто-то, кажется, спрашивал, есть ли конкуренция от бомжей. Что я могу сказать? Мусорный бак наполняется, особенно в продуктовых, очень быстро. Я думаю, они чуть ли не каждый день должны менять. Думаю, они меняют каждые 2-3 дня эти ящики. Количество сумасшедшее просто продуктов, во-первых. Во-вторых, чтобы это делать, нужна обязательно машина. Ну как, если для себя там какой-то бутерброд и бутылку пива найти, то это достаточно в заправке. На автозаправке большие, где есть продуктовый магазин. Вы бы просто офигели, если бы знали, сколько выкидывают из мусорок в Старбакс. Не кофе, правда. Правда, один раз я нашел большой пакет какао. Но не кофе, а всяких булочек, бутербродов, которые вот-вот просрочатся. Там у них каждый день они проверяют. Ну там будет четко подать. И вот сегодня, например, скажем, там 20 декабря. И ты залезешь на заправки, и все вещи будут 20 декабря. То есть именно сегодня. В продуктовых нет, они боятся и заранее. Некоторые вещи вообще почему-то за месяц. Мусорка Старбакс, тубль 2. Вот они, видите, как выглядят. А они все в индивидуальной упаковке. Вот. И на заправке еще, если ты алкаш, конечно, надо молиться, чтобы они уронили там на разгрузке какой-то ящик. Потому что если они роняют ящик пива или ящик вина, и там 3-4 бутылки разбилось, они все в кучу вместе с этим стеклом, разлившимся вином, кидают в мусорку. Так как я регулярно так не пьянствую, а беру в основном вещи, нужные в хозяйстве, без машины никак. Плюс, чуйка пропала, я не чувствую запахи. Ну, во-первых, летом, конечно, этот бизнес беспонтовый, вот этот мусорный. Можно брать фрукты, овощи очень быстро, если они не успели на жаре. Про мясо даже слов нет. А вот зимой сейчас в эти холода, ну, оно, как-то я беру, оно, во-первых, они выкидывают непросроченно, во-вторых, холодно, понимаете. Я успеваю раньше кошек и ракунов. Мясо, у меня просто полный морозильник сейчас забит этим мясом. Там куча пожаренных уже котлет, просто целое ведро. Я вам еще не показывал содержимое гаража. Холодная луна, холодная. Даже то, что холодная луна, я вам покажу, это на случай войны с Китаем. Это протеиновые батончики. Три коробки, еще две в подвале. Вот это, например... Если приходится в другие районы, то есть увеличивается у вас расход бензина. Октановое число вам всем в жопу. Это галлоны, а не литры. Итого израсходовано сегодня 26 долларов 48 центов на все эти продукты. Но этого бензина хватит, конечно, мне. Вернее, моей жене. На неделю. Я ездить-то не буду. Я буду есть эти продукты и кайфовать дома. Субтитры сделал DimaTorzok